рада вас приветствовать на нашем канале нас мамы такое классное настроение сегодня несмотря на то что несмотря на то что у нас мало все равно чудесное настроение влог в прошлый раз мы на прошлых выходных мы не снимали по той причине что у меня не было маникюра теперь маникюрчик есть теперь мне не стыдно показать ногти в кадре поэтому есть что показать девочки столько потрясающих тканей вот сейчас мама издек сходили взяли классную ткань мама прям воодушевилась хочет все бросить и начать шить ну как обычно это бывает я смотрите в чем что хотела сказать значит я к этому костюму представляла примерно вот такую обувь она грубая вот смотрите как она выглядит классно я ходила два раза в горизонт у нас торговый центр чтобы подобрать ткань вот под этот костюм ой обувь да что есть не путая слова обувь зашла в магазин личи это не реклама девочки к сожалению зашла магазин личи и увидела эту обувь и маме отправила мама говорит супер подойдет но размер размером моего не 38 он мне прям так впритык я об этом сказала в изюме что вот так и так показала фотографию где я сфотографировалась в этой обуви и девочка ну что значит не знаю сила интернета да вот девочка сразу мне написала в личку говорит она ведь я посмотрела есть москве 39 размер последний в общем я готова вам поехать купить она купила причем у нас в ростове около ну 4900 стоила это обувь а там 3700 по моему москве потому что с единственный размер остался в общем я так хорошо получается купила их превосходно вот так я и может кто видел наш с мамой видео и мое там у меня лодочки я совсем не представлялась этой обуви но другое не было а это вот пришло только сегодня и мне кажется это вот прям классный классно подходят ну как вы думаете мне кажется классно значит так брючки здесь косой гульфик там какая-то девочка написала что-то там у вас не то она не поняла что тут как бы косой гульфик тут важно тут на кнопочках важно кнопочки так прокрутить чтобы ну заломчиков не было то есть надо так просто раз раз посмотрите все и все прекрасно брючки классный сзади они сидят тоже классно поверьте она лишь могу по нет я не повернусь потому что это боди девочки это интимиссими сразу говорю просто она сзади очень открытая ну прям очень она не рассчитана на то чтобы вот так вот носить я его специально купила под жакет вот так это выглядит ой 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 вот такой жакет смотрите как классно так минуточку так честно сказать я в восторге от этого костюма это вот тот самый костюм похватной вот я сегодня в нем гуля ну как гуляла мы с мамой прошлись в сдэк магазин и я себя ну хотя сейчас еще жарко очень у нас душно не так жарко как очень душно также я очень надеюсь что он мне пригодится в моем круизе в которую меня ждет в конце сентября правда не знаю боюсь что погодка но вечером на ужин я допустим могу выйти вот так вот как ты думаешь мы также вот надеюсь я не замерзну потому что это будет конец сентября это будет москва ярославль в общем мы посмотрим но думаю на улицу на палубу выходить в общем как будет так вот смотрите здесь значит кулиска по карману тут интересный карман тут такая вот сзади отделка все как надо все красиво когда нас знаете бывают такие комментарии ничего не рассмотришь ничего девочки опять же не я не помню я говорил но я уже миллион раз говорила что вот эти короткие наши клипы это не для того чтобы вы рассмотрели все детали но это как бы ознакомить не знаю как вы чтобы вот в общем вы увидели наш до образ то есть у нас нет такой задачи чтобы выберем все рассмотрели потом мы снимаем обзоры во влог и пожалуйста рассматривайте не надо нам такие комментарии писать пожалуйста так что еще классный костюмчик это од раз из магазина од раз точка я вам ссылочку прикреплю но по-моему не знаю спрашиваете у них очень много и других красивых ткани да вот что еще хотела сказать вот с такими украшениями я ношу серебра серебряными все налюбила на себя все что было но это сейчас так модно смотрите какие тут карманчики в рамку в общем классного так смотрится с этой обувью я еще не показывалась но мой класс просто супер и еще очень долго мы с мамой думали что под низ надеть топ не хотели потому что банально вот и мама говорит аня было бы классно сюда что-то кружевное я с ней абсолютно согласна что в итоге получилось классно вот такое сочетание мне кажется получилось очень стильно несмотря на то что знаете как-то сшить и из этой ткани как этот скажи мам скажи что кимоно халат да ну это очень банально вот правда это уже вот здесь вот я то есть даже такой вариант не рассматривала мне не хотелось иметь такое в своем гардеробе а вот так вот мамочка конечно видит сразу вообще конечно это гений у меня потому что вот знаете как у нас происходит мы ткани видим да мама мама говорит все я вижу и все значит я знаю что будет супер то есть я успокаиваюсь я ну мы естественно там я могу свое что-то там маме сказать как 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 я бы хотела но если вот эта мама говорит я вижу все это значит все супер можно расслабиться успокоиться будет шедевр очередной вот поэтому вот так у нас все и происходит что еще ой как я много болтаю видно что я витамины принимаю блогер данные в себя такой не считают таковой тогда вот так смотрите кстати было мы с мамой не так давно были в магазине у нас есть магазин телеграф называется там представлены разные российские бренды и там не особенно мы на вещи честно говоря не смотрим но классные там сумки девочки и да кстати как же как они называются в общем таган в таганроге шьют сумки так я так пожалела что я ее не купила она значит белая а это лаковая да ой обалденно и вот она узнать вот вот такая вот то есть ее вот так вот носить надо как это сейчас модно мне кажется было бы классно к этому образу но в общем в итоге все равно я и не купила не знать что затормозила так что он дорогом принципе для такой да если учитывая что это не кожа до мамой но если кожа то это не так уж и прям уж прям на 15000 нас твоего ну пожалели мы на себя деньги в тот раз зато мы купили классные очки себе которые здесь до которые здесь я так вот ходила конфетка нет я твои принесла мам сюда вот такие очки и маме купили у мамы синие у меня такие черные мне кажется не такие стильные да и маме идут и мне идут так что еще девочки так там ничего интересного ну все в общем начинаем наш влог показалось я вам сделаем поближе обзор этого костюма но по реакции даже ни одного негативного отзыва не было что очень удивительно видеть что написали а по поводу да ну что мы не поговорим как а до процедину процитируем если до написали что ты все все монетизируйте выкройку монетизируйте девочки ну во первых эту выкройку мама искала она ее опробовала да она потратит изменила господи да заплатите в эти 500 рублей но это ж не не 1500 да даже вы представьте за такой костюм девочки ну где вы такое видели давайте давайте серьезно адекватно реагировать изюм август мы шили полностью этот костюм и уже завтра мы приступаем ну в субботу мы приступаем к фуфайки тоже в группе изюм август где вы за 500 рублей найдете так столько информации как в изюме но вы не найдете такого и еще понимаете а еще когда самая раздражающая девочки видимо накипела хочется сказать когда мне пишут а вы что не предоставляете выкройки все у меня у меня вот здесь такая злость правда я человек не злой но данном случае меня очень раздражают эти вопросы то есть вы хотите за 500 рублей чтобы мы вам показали вот эту вот это все плюс фуфайку еще и выкройки предоставили ну простите нет я считаю что это во первых эта группа остается у вас навсегда где вы такое видели обычно доступ там на два три месяца четыре месяца так что я абсолютно со спокойной душой живу потому что мы сделали максимально удобно максимально комфортно для наших девочек подписчиц чтобы комфортно было в плане цены и то что мы там даем но это бесценная информация но у нас миллион не миллион ну очень много положительных отзывов ни одного негативного отзыва по поводу нашей группы изюм я не услышала но единственное что вот некоторые недовольны что выкройку не предоставляем но простите так что моя душа спокойно чисто я я считаю что мы слишком много даем за такую цену либо цену поднимать что мама говорит нет 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 анечка не будем поднимать цену либо я маме говорю хотя бы тогда меньше давать в месяце потому что ну правда ну куда в сентябре мы будем шить парку парку да мы будем шить и мама там собиралась еще что-то ну пусть меня возненавидят но я буду честно потому что я считаю что это правда и и в общем я сказала на этом и аспарка вот так вот просто за 500 рублей поэтому если мы ее действительно раньше закончим вдруг парку то тогда еще что-то покажем а так конечно парка я считаю что уже уже вполне достаточно ну все я нажила себе еще хейтеров немножечко ну да ладно да да на что мы реагируем действительно когда-то говорят в общем надо набраться терпения хотя конечно я уже абсолютно спокойно на все реагирую вообще все равно благо есть прекрасная кнопочка заблокировать пользователя и все заблокировал и как будто вообще этого и не было поэтому одно негативное слово в нашу сторону я считаю что вообще мы не заслуживаем ничего плохого вот правда девочки вот серьезно на канале да да на канале мы тоже посмотрите наши старые видят этом бесценная информация на самом-то деле 800 видео а вначале так бесконечному мастер-классы снимали поэтому ругать нас не за что вот господи сколько я много болтаю ладно так девочки что еще хотела сказать у меня тут появился бизнес-план вообще конечно из меня продавала не как никудыш не никогда девочки ничего не могу продать ну единственно как-то я продала наши подписчицы гобелен о чем очень теперь жалею ну как нет я не жалею прекрасно не жалею я очень рада что сейчас радует ее но дело в том что когда я отправила свой гобелен который висел у нас много лет здесь в студии я его отправила и почта россии мне клялась божилось что это будет ну очень аккуратно и даже даже доплатили чтобы очень бережно отвезли то есть переслали донецк и в общем потом мне присылает девушка которая купила присылает мне видео а там конечно кошмар там вся вся рама поломана потреснула в общем я с тех пор говорю маме говорю мама я никогда в жизни больше ничего продавать не буду это вот вообще не мое поэтому но ткани много сумок хочется продать хочу продать эту сумочку девочки может кому-то надо во первых а я ее на улицу даже не носила просто она как-то не совсем вписывается мой гардероб вот я думаю мужском да ну просто я себе купила twin set другую она как бы для меня более подходящая сумка новая но я это не продаю прям я просто вам расскажу что я решила заняться без бизнесом таким в общем то даже бирочка есть девочки то есть я ее как бы дома здесь носила как-то в каскаке в каком-то образе показала ну написано что сумка пляж на но вы знаете да кто следит за мода что сейчас и не только на пляж с этой сумочкой стоила она 7 495 я ее хочу тем более что ну имея ввиду что я ее вообще на улицу не выносил то есть она в студии все время была и я там один образ показал я ее за 5000 хочу продать знаю если кому-то надо пишите если нет то на авито выставлю кто-то да заберет мне кажется классно просто не не подходит и вот девочки как-то вот вот эту сумочку купил мне не знали с мамой и тулин куда-то все время вот как-то не получается ее куда-то применить но хотя вроде неплохая тоже новенькая тоже тут и ремешочек есть такой длинный вот купила я ее за 3 900 или 3 700 тоже новенькая никуда не выгуливала хочу за 2000 вот отдать смотрите на осень вам хочу цвет то классный мам а не буду я ее продавать сейчас модно что кое-то просто мы прошлом году пытались пытались не в прошлом году да такое нужно из и мне может куда-нибудь под пальто из меня конечно бизнесмен вообще да я же говорю я каждый каждый год думаю так ну продам джинсы то все который там допустим не носилась начинаю все примирять монет такое внушное мне кто такой же как я так ну не знаю что если кто захочет отправлю классная сумочка в общем смотрите я ее знаете где купила да не family подожди как называется фэм или family мам фамилия да ну я так просто ну вы знаете но фамилия до 3700 не стоило ну за 2000 до тоже новенькая хорошенько а может и не отдам посмотрим я хочу сейчас модно девочки большие сумки я вам сейчас покажу я вам сейчас покажу так мы все там что хотели заказали а то потом не закажем сейчас покажу классную сумочку вам так девочки зашли мы в рандеву магазин и увидели классную сумочку она красивых вообще есть варианты разных цветов безумно красивых осенних очень сейчас актуальная стильная форма сумки посмотрите посмотрите на эту красоту что хочу сказать что вот такая сумка в иконике стоит почти 40 тысяч похоже потом еще где-то мы видели 35 тысяч как вы думаете в рандеву сколько стоит эта сумка 11000 посмотрите какая она кайфовая я еще еще заказала мы три сумки от разного цвета чтобы выбрать какой цвет я под казаки ищу вот этот цвет просто в принципе он красив и мы просто купили потому что однозначно пригодится смотрите какой цвет бесподобный вот так смотрите внутри просто бомба смотрите как сбоку сделано я купила себе казаки коричневые я хотела и приближенные казаком цвет но короче ждем ждем они должны прийти мы пойдем посмотрим обалденные девочки сумочка фирма называется колзете мазете что-то не знаю где чек они онлайн прислали ну в общем кто тут такой в общем зайдете рандевую если вы заинтересовались то можете посмотреть супер стильно надо ее побрызгать чтобы не испортилась она так что имейте ввиду цена качество просто превосходные в общем очень тери а смотрите смотрите тут же еще вот что а девочки сейчас скажу как называется колзете это знаете еще классная фирма есть в рандеву танданс наши сумочки вот и мы ранее показывали обалденные цвета очень похожи на 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 эту фирму ой 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 как же я так не ношу сумки как он может кто-то так носит ну то есть имейте ввиду что и длинный ремешок тоже есть нет но я предпочитаю вот так просто супер все я наверно вам надоело потому что я и сама себе уже надоело столько болтать начинаем влог покажем вам наши последние новиночки посмотрите какую прелесть мы купили маминой заказчицы костюму я обожаю обожаю эту фирму украшение вот кольцо вот это вот видите тоже у меня лев обожаю это это будет девочки это на костюм такая застежка я тебе сейчас на новичками на этом наталии смотрите так интересно здесь видео это брошь такая на ее можно знаете ее можно и на лацкан куда угодно но в данном случае это будет вот такая вот застежка здесь в стыд будут полы и вот такая вот застежка будет мы купили еще и кольцо такой такой же кольцом и клиентки не отдадим я думаю что вам она маленькая будет скорее всего да да кольцо красивое такое вот это вот застежка она конечно очень интересная так что он костюм костюм показывать не будем потому что он еще не готов костюм из очень дорогой ткани из магазина тессора вот поэтому ну и вот это вот застежка такое украшение мне кажется будет под стать этому костюму правда же красиво очень красиво так ну а мы получили ладен из магазина ткань такой цвет серый но он знаете он не серый он ну кое-кто его называет серым но он такой бледно 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 лиловый что вот значит ну девочки не не знаем когда мы сошьем этот у нас просто есть значит что мы будем вы я вылана у нас кстати между прочим на сентябрь октябрь уже определены поэтому когда это будет шиться и мы не обещаем а вот пуговицы посмотри какие пуговицы просто чудесные они универсальны не только сюда вот такие побольше и такие же поменьше я очень люблю они кстати по девочки подбирают да там из розицы тогда света есть очень красивый цветом у них тоже был в общем вы обращаетесь и девочки вам подбирают ну вот еще плечевые накладки очень нужная вещь очень нужная вещь потому что я своим клиентам да как правило ставлю плечевые накладки потому что с возрастом плечи как бы опускаются такие чтобы не было он и не было унылых плеч а плечевой пояс содержал не держал фасон скажем так поэтому это очень нужная вещь дальше что у нас они изнанку показали в общем в общем да это изнанка это лицевая сторона тут лишь лицевые петли а тут изнаночные да вот такой лады дальше что еще смотрите какие стилизованные мне почему-то это тюльпана напоминает не знаю вроде бы не похожи на тюльпаны вот тут образцы ткани есть лады другого цвета клеточка в общем твит мне очень понравилось вот этот джинс между прочим девочки это джинс такого настоящего джинсового цвета темного и по нему вот такие вот цветочки напыление серебристые блестящие очень интересная ткань кстати говоря но тут остальные ткани это такие базовые сказала бы я вот тонкая ткань для платьев в романтическом стиле вот твит клеточка вот еще что-то интересное и даже а это как трикотаж со стрейчем так дальше клетка полоска которую я очень люблю я очень хочу себе серый костюм просто серый да а тут обрати внимание ли мне кажется тут вот это вот ниточка нам листья очень деликатно блестит и очень красивый серый цвет такой классический французский серый девочки хочу показать вам я вам уже помню что показывала мы до заказали хлопки из магазина ткани это потому что мы планируем в октябре в изюме показывать красоту и нам нужны хлопки вот смотрите какой потрясающе качество но я не тоже не разбираюсь но держу до щупаю и ну просто красота потрясающий хлопок потрясающий цвет смотрите как будет супер пупер это просто шикарно цвет отпад это будет мое маме нравится вот этот цвет он это более более такой скользящий и он более тоньше смотрите они разного качества девочки если что если вы хотите приобрести то фотографируйте магазину покажете какой вас заинтересовал смотрите вот так я так немножко шумно получилось но ничего это да этот плотнее этот на ощупь прям супер приятные так что имейте ввиду еще что я хочу вам показать что мы в этом же магазине приобрели это вот такой хлопок ну как мы с мамой не знаю правильно неправильно а мы его называем тренчевый хлопок у меня если помните есть костюм с буквами вот что-то похожее посмотрите какая тут потрясающая ну как вышивка интересно давайте я вам ближе покажу посмотрите тут какие-то кексики какие-то бананчики в общем очень круто смотрится не знаю что это будет мы еще с мамой не решили но я очень и очень хочу кстати кстати интересно смотрится сочетание вот этого без и белого белой обуви моей интересное сочетание мне нравится не банально стильно получается маму что ты видишь из этого костюм чека а это тканюшечки костюм я тоже вижу костюм и это будет очень круто это будет крутой костюм качество бесподобные девочки так что имейте ввиду если есть желание то заказывайте посмотрите какая прелесть а еще мы заказали а в подарок нам прислали вот смотрите такая молния честно говоря я впервые вижу такую молния она очень длинная вот мой рост 170 она где-то может 160 может классная молния на какой-нибудь пуховик может быть если кому нужна длинная вот такая то имейте ввиду что в этом магазине есть сегодня мы получили вот эту ткань это ткани фасон мама сказала что мама заказывала ее не я мама сказала что жизни она намного смотрится лучше чем вот в магазине посмотрите этот автомам хлоп написано что хлопок он такой переливающий посмотрите в общем мама загорелась вот именно этой ткани ой мам будет просто супер да как шоу как тофта будет красивое платье бесподобное так что мамулечка на надо шить настолько планов у нас еще есть костюм которые мы то есть еще в начале лета хотели шить я вышивку делала не знаю когда мы это все будем делать лето заканчивается мне не знаю интересно сентябрь какой у нас теплый не теплый будет так так что вот девочки имейте ввиду обалденная ткань очень красивая давайте ближе покажу смотрите как она смотрится классно класс юбка была бы красивая и и платье будет просто потрясающе красивая ткани фасон имейте ввиду я ссылочки оставлю под видео так что имейте ввиду что я там оставляю девочки не знаю куда впервые загрузится либо на дзен либо на youtube посмотрим то что на youtube у меня теперь вообще проблемы а кстати я хотела сказать что ну и на цене кстати многие девочки у нас там активность поднялась более менее так что некоторые вообще не могут youtube смотреть осмотр этого в цене так что переходите если что ей если вдруг туда быстрее загрузится не знаю посмотрим так все все вам показала все ли тканюшечки я вам показала девочки мне еще шьется такой костюм крутое но сейчас он немножко мама его отложила потому что у нее срочные заказы но костюм будет просто вот ну как и все наши остальные предыдущие изделия просто бомба в общем заказали мы эту ткань ни на что даже не надеюсь не знаю почему мы ее заказали потому что мы искали полосатая черно-белую ткань потом девочка какая-то нам прислала мне прислала вариант вот этой полоски и мне она принципе просто понравилось и мы ее заказали а когда пришла мы вообще обалдели насколько она красивая ткань вот и будет потрясающе красивая юбка и что-то вроде бомбера так что все вы увидите все вам покажем очень очень классный комплект стильный получается так что вот так это да это полиэстер стопроцентный но вот видите некоторые девочки очень смотрят на состав я на состав никогда не смотрю мне абсолютно все равно я в любой ткани чувствую себя комфортно но может не знаю может с возрастом я буду как-то чувствовать эту разницу полиэстер натуральная но в данном случае я прекрасно себя ощущаю любую ткань и в общем полиэстер она немного красится вот именно черная сторона прошлый раз я ее трогала у меня все ногти были черные но меня опять же девочки ничего не смущает ради такой красоты я готова много что терпеть так что вот все вам покажем и расскажем красивый силуэт лет я не могу почему-то полностью показать как-то вот не показывается не помещается девочки и мальчики но у нас появилась возможность рассмотреть брендовую блузу дольчин габбана как тут что сделано это моя клиентка купила в магазине цун московском понятное дело не в ростовском цунь так ну вот смотрите наверное узнаваемая коллекция и на первый взгляд может показаться что это вот такой print light же на мой print но на самом деле обратите внимание это все сшито из вот таких квадратов или прямоугольников все 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 это каждый каждый прямо угольник это отдельная ткань причем здесь есть шифон потоньше поплотнее здесь и шелк в общем такие разные принты так что девочки дерзайте кому давно хочется что-то подобное и и у кого есть много таких кусков то дерзайте обратите внимание что все это соединяется вот четырех ниточным оверлаком тоненькие ниточки но они может быть даже такие полупрозрачные как я люблю тоненькие во всяком случае давайте рассмотрим как тут что сделано вот смотрите это петли я вам хочу сказать мои дорогие что мои петли на моей машинке выглядит аккуратнее наверное все таки так как здесь сделано стойка и планка но классическим способом не моим ну и неровная да ну его знаете что еще хочу сказать девочки по поводу очень часто я в обзорах стилиста вижу что качественная ткань качественная вещь это там где вот стежков на сантиметр приходится столько же девочки такой бред это совершенно не только стася и рогов это говорит да и рогов говорил когда где он там вот ему в италии кто-то так сказал ну значит итальянцы очень любят приукрасить вот это все приврать никак это не зависит на и то есть если но по логике получается если тут стежок не на вот это вот не на 2 а на 3 то это что порвется полагать нет все это в общем то так что не бойтесь я считаю что отделочная строчка все-таки должна быть стежки должны быть шире так что здесь здесь аккуратно все да ниточки как видите тоже присутствует так что не пугайтесь я к чему это все говорю чтобы вы немножко повысили самооценку профессионально расслабились перфекционизм свой отодвинули в сторонку тут смотрите одной ниткой цветом тут уже белым кстати обратите внимание что оверлок везде белый такое впечатление что они шили по советскому госту потому что как я уже говорила раньше допускалась белый оверлок допис допускался в изделиях любого цвета вот обратите внимание здесь не стыкуется ничего не ни один человек от этого не пострадал так дальше здесь тоже давайте посмотрим как обработаны здесь вот московский шов который ну без ложной скромности скажу мой московский будет гораздо гораздо аккуратнее так что девочки опять же это не критики ради известного бренда для того чтобы вы вы не не стремились какого-то такому супер перфекционизму и допускали ну то есть разрешали себе расслабиться и немножко не так придираться к своей работе так что ну да московский шоу тут конечно это итальянский кстати шоу хоть он и московский в общем так что что тут еще интересного давайте посмотрим манжеты манжеты почему я вообще показываю эту лозу ну потому что мои клиентки очень понравился этот print но когда она надела этот размер который вроде бы ее размер то получилось что тут кроме воротника кроме воротника ничего не сидит поэтому вот она и ты его распоришь представляешь бренд будешь пороть а я ее а я и в юпере краю оставишь воротник ну и плечевой все вот это только но планка останется то что тут никуда не денешься я конечно я бы конечно другие бы петли сделаны тут это уже не переделать так давайте на манжету посмотрим что здесь вот ну все аккуратненько в крае от строчка вот такие пуговицы здесь но в стиле дольчен габбана такие пуговички акцентные кстати видишь мы бы может быть и засомневались такое конечно же пуговицы бежда мне нравится мне нравится вот пуговицы это самое главное что мне нравится так что вот смотрите как здесь все сделано ну так же как и я делаю в общем то ну вот так вот тут тут дублерин а может быть даже флизелин вот когда вы порешет на эту манжету там мы посмотрим что там внутри потому что и манжету не надо будет укоротить потому что она здесь не сходится то есть узкая несмотря на то что размер подходит то есть немножко если застегнуть то это должна быть очень худенькая рука на 48 размер она никак не годится может быть предназначала что это будет носиться вот таким образом так но в остальном что сорочка как сорочка обратите внимание что то здесь вот закрытый французский шов как и мы делаем такой же ширины припуск и вот все все на верлоке все из кусочков тут конечно работа грандиозная все эти кусочки состыковать так в общем то надо заморочиться у нас есть кстати в планах когда-то сделать и жаккард да вот тоже самое сделать раз девочки это коллекцию вот так что девочки в общем дерзайте мне даже интересно что получится у вас из ваших запасов обратите внимание что здесь нет никакой то как обычно когда делают пейчворк да или что-то в этом стиле кстати будем делать вот завтра приступаем фуфайки там в принципе тоже я что-то такое применю в общем там есть как бы какой-то лейтмотив какая-то одна ниточка один цвет который все это соединяет да здесь этого совершенно нет абсолютно разные цвета абсолютно и даже разные фактуры вот ничто здесь ни с чем не сочетается ну и в итоге получилась очень такая яркая акцентная вещь вот воротничок такой немножко а-ля 70 формы его так что вот так вот девочки но и сейчас заодно покажу своим вот как раз так совпало что клиентка принесла эту сорочку блузку да у меня в работе тоже блузка из ткани дольчен габбана я вам ее сейчас сейчас покажу готовит чтобы вам показать я смотрите примерила девочки какое классное сочетание серого и желтого не так нравится я буду и так носить всех не хочется осени но надо себя настраивать что пора уже потихонечку носить за ручки доставать их не обращайте внимание на мою пучку сачку мне так комфортно и удобно так что смотрите ой вообще как такое сочетание бесподобно красота и пошла и пошла вот ближе покажу вам смотрите этот хлопок бесподобный будем что-нибудь шикарная шить наверно да надо стиле макс мара кстати в стиле макс мара мы будем в октябре шить так что девочки имейте ввиду будет очень круто очень красиво магазин ткани это и ткани фасон вот смотрите поближе вам эта мамочка себе что-нибудь красивая забабахает очень красиво так вот это выглядит первый раз вижу такой хлопок честно говоря шикарный на кого-то это не хлопала ты посмотри тут же еще есть это мы решили что да да все все как надо и красивое сочетание цветов так что имейте в эту девочку а вот и моя блуза из ткани дольчин габбана обратите внимание какой здесь принтер такие греческие до греческих греческие вазы но можем ну аля греческие наверно итальянские все таки так вот смотрите какой тот принт можно долго разглядывать прям таки что китайская да и так но так и похоже на китайского ваза у нас и это дракон китай тут ну короче говоря девочки международный принт скажем так вот очень приятная тончайшая ткань это шелк натуральный ласкающие тело так ну вот манжеты так я сейчас вам девочки по поводу прочитаю один комментарий потому что я вот понимаешь вот эти комментарии они меня тормозят я сейчас уставшую что они тебя тормозят делал что я вечер энергетику высасывают уже вечер девочки я сегодня работала насколько с 8 утра и много мы успели естественно когда мы делаем обзор какого-то изделия уже скажем так энергия на нуле поэтому я говорю как получается это магазин ткани люсия мы ссылку дадим так я вам покажу все потом дальше расскажу вот манжета тут у меня от строчки нет только вот эта планочка на рукаве манжета все чисто заработано это французский шов так сейчас я вам покажу как выглядит изнанка это у нас тоже французский шов это у нас что это у нас пройма это у нас плечо это планка тем способом которые я вам показывала вот смотрите как здесь и так ничего здесь не выступает все аккуратно то есть смотрите вот общая линия не классика тот способ который я показала в рубашке с птичками мы так ее называем на ютюбе на ютюбе свободно доступе полный мк там не только с воротник и на стойке там и девочки точно также можно закругленные делать это мне вот просто так нравится тот при этом способе никакой нет сложности если вы сделаете закругленные стойку так так выглядит вот так с изнанки выглядит боковой шов так это ниточка ткани так ну пройму я показала вот все все тоненько все чисто так что и еще можно показать низ я специально сделала после того как я у а я уже дошивала ее в принципе процессе после того как я увидел эту блузку фирменную петель еще нет пуговки я хочу сделать у меня таких золотых нет я думаю здесь они и не нужны а у меня будут просто черные пуговички а почему я эту блузу так срочно шила потому что мы в группе изюм август в самом начале я показала крой юбки 3 клинки у нее роскошный силуэт я считаю самый лучший силуэт самый комплементарный для фигуры поэтому я себе раскроила и вот я ее дошила чтобы показать как она на мне сидит на наит уже видели и к ней мне нужно блузы и вот я давно собиралась решила вот такую яркую блузу вам показать чтобы вы поняли что если у вас лежит отрез вот такой принтованного шелка либо можно можно даже штапель либо поплина чтобы чтобы эта ткань у вас не залеживалась вы бы сшили вот такую блузу которая замечательно подойдет и под джинсы и под белые брюки и под естественно под что-то в этих тонах и под белую юбку я вам как раз таки хочу завтра показать как бы я стилизовала этот образ с белой с белой юбкой и вот я решила шить эту блузу ну качество я вам показала мне кажется моё качество ничем не уступает в качеству дольчин габбана абсолютно без ложной скромности скажу скажу что мои девочки даже более придирчивы к качеству и уже есть и шьет то шьют все идеально так ну а почему я вот сейчас я говорю у меня уже голос подсевший это ни в коем случае не оправдание это ни в коем случае не какие-то разборки но просто я вам хочу прочитать один комментарий вот смотрите это под видео на ютюбе там где она и показывала вот последний свой костюм вот этот вот из иката вот такой комментарий да великолепное исполнение супер человек меня похвалил но объяснять но но дальше вот это пресловутые но высоту слушайтесь в эти слова но объяснять не умеет или не хочет как будто выдавливает из себя по крохе боится лишнее сказать рассказать каждое слово надо монетизировать смотрю много других авторов конечно не таких ярких но это ощущение меня не покидает я сожалею потому поэтому больше не хочу девочки нет мне самое обидно что человек пишет грамотно то есть это не какой-то знаете просто человек зашел там что-то ляпнул а так продумано каждое слово причем психологически правильно сначала пока по хвою но слушайте дорогие мои я какой ответ даю под это было написано под обзором где она и показает образ что вы ли я хочу это не обзор нет образ твой там где этот шоу и вы наш да я вот одно хочу понять девочки когда мне пишут вот обзор там что что вот хотите вы понять в этом обзоре но я показала нас но я стараюсь показать изделие что я должна еще сказать какая-то выкройка и что я не понимаю то ли по обзору хотят шить но если я хочу чтобы вышли по обзору то я в этом обзоре и выкройку расскажу и все но тут просто а образ что там выходе что вот эти дамы хотят высмотреть в этом шорте я него зверной не повернулись уберите волосы и что еще мы должны сделать дело в том что девочки не самые очень приятно мне быть полезной но вы знаете когда но очень неприятно быть использованы когда тебя рассматривает блогера как какую-то знаете собачку дрессированную то это очень неприятно я естественно дала такой ответ не потому что мне хочется как-то с кем-то спорить но мне просто до грамотного человека хочется донести это вот такой вот донести эту мысль что что и где вам надо рассказать в коротком обзоре монетизировать что youtube канал он 22 года не мать из не монетизируется дорогие мои успех успокойтесь уже поверьте уже что что-то кто-то делает от души какая монетизация не знаю может кто-то каким-то образом монетизирует зарегистрированы может не знаю мы не монетизируем youtube канал при этом и хочу сказать на подожди когда даже он монетизировался но если по вашему 11000 это большие деньги ну не знаю за месяц до в лучшем это столько потрачено нашей энергии столько потрачено наших сил и времени и послушайте вы же не ходите на работу за бесплатно это наша работа и естественно вот этот тон понимаете непозволительной дальше да нет забыл а что надо бы вас заблокировать я видишь как-то из это упустил этот момент а чтобы подробно видеть процесс создания этого еще одного сложного изделия можно оплатить 500 рублей чашка кофе побойтесь бога писать такое а сколько изделий у нас свободном доступе на youtube канале вы можете шить там от пальто до измените шорт все в свободном доступе шейте не хочу и изделия все не просто юбка клёш а сколько мы юбок разных показали почему мы должны все это рассказывать я просто поражаюсь что люди заходят вот так не глядя скажут какую-то гадость обидят человека как бы ну как меня расстроит это ненадолго я быстро отхожу но дело в том что вот общая культура то есть человек зашел чтобы сказать вот такое вот монетизировать как этот триггерит людей как они понимают что некоторые люди вообще зарабатывают и какие деньги зарабатывать мы искренне делимся я не устаю повторять что я фанат своего ремесла я обожаю свою работу обожаю свое ремесло я эти этим искренне делюсь за символические деньги у нас в изюме 32 сложных изделий ведь посмотрите мы сейчас фуфайку будем шить и это не будет просто куртка это будет фуфайка которым будет творчество понимаете а еще я хотела добавить пока вспомнила извини мамочка что вот сейчас начинается новый учебный год и все наши репетиторы у которых дети да гургену надо заниматься он к егэ готовится все с 500 рублей подняли до 800 рублей занятие девочки занять сорок пять минут и мы один раз за два с половиной года подняли цену 400 до 500 до 500 рублей за месяц и там до 40 видео и видео не по 10 минут а по сорок я не я не в коем случае еще много чести я буду оправдываться но мне все-таки хочется как нормальному человеку донести может быть кто-то прежде чем писать вот такое вот подумает вот прослушает и по зависти очень ну может быть но слушайте я все-таки надеюсь на то что ну естественно у нас девочек мы так любим наших подписчиц они нас любят на это чувствуем конечно же но когда вот такие вот поступают обвинения мне хочется все-таки до людей донести что слушайте вы сначала разберитесь в ситуации потом пишите выдавливаю каждое слово это знаете я просто ну я не знаю что что рассказать вот я говорю сорочка вот ее швы и не знаю что в обзоре вообще раз а в шорт все что нам рассказывать выдавливать каждое слово ну это вот каждое слово знаешь как этот как 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 змеиный укус самом деле это змея завистливая но надо я сейчас найти и заблокировать она посмотрит этот влог может хоть нет давай ее не блокировать пусть она смотрит этот влог и может быть она как-то переоценит вообще то что написала ой девочки но очень вряд ли судя потому что организуются целые группы по по специализации чем-то нас чем-то нас в чем-то нас уязвить и за уколоть и уличить и но это это как говорится дело их кармы дело их совести на ради бога но мы хотим сказать что все таки есть на свете просто фанаты своего дела которые искренне хотят чтобы у кого-то получалось чтобы кто-то получил такое же удовольствие от ремесла от своего труда от результата вот еще одна или просто сменить он писали что в кадре надо показываться ну знаете у меня сейчас как бы я не совсем форме чтобы показываться в кадре я форме ты в форме да ну вот еще одна сорочка девочки я вот хотела сказать опять же в добавок к предыдущему моему речи чебурашки смотрите я не знаю как у других я не слежу швейный блогер на у нас есть страничка работы учениц да ну учениц это мы так назвали не 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 как вам сказать просто как это назвать по моим мк ну шью значит ученики вот так вот и там реально очень много изделий шиты нашими девочками на наших девочках они сами демонстрируют и это это так меня вдохновляет это результат моего труда это самое главное это оправдывает все нити благодарны да конечно это ради них да вот я вот почему на это прочитаю какой-нибудь такой расстройся потом тут же в чате девочки что-то шили показали благодарны и сразу я по господи махнула рукой на этих умников так ладненько так что смотрите если вам интересно вот этими видео и фото вы вдохновитесь наверняка потому что это шьют непрофессионалы это шьют любители поэтому девочки заходите на телеграм-канал где шьют ученицы то есть нет их работы показываю и вдохновляйтесь так ладненько смотрите а это значит сорочка у меня в работе но она совсем еще в работе тут будут будет от строчка причем я хочу такую широкую от строчку купила же лапки на душах вообще применять как-нибудь такая будет широкая строчка смотрите тоже так я тут никак не разберу сделал меня тут лицо где изнанка так извините вот она это у меня изнанка значит это у меня лицо тут складка на спинке широкая объемная блуза вот тут значит смотрите что тут на лицо сделано бейка бейка это не не коса бейка не косая бейка вот это просто бейка по утку я вот всячески пропагандирую чтобы вы не пришли не пришлось вам долго делать эту косую бейку ее там утюжить и тратить на это время электроэнергию какие-то приспособления вполне изящно вполне удобоварима выглядит бейка по утку вот значит что тут еще у нас такие завязки будут планочка и вот такой высокая манжета здесь вот видите я показала как такие манжеты шить но опять же в мкапа птиц птичками сорочка так тут будет от строчка тут еще надо про утюжить так чтобы вот не выглядывала нижняя часть манжеты вот так выглядит стык вот так вот что тут еще интересного ну в общем очень широкая голубая девочка я когда устаю я же начинаю шить голубой я на голубом цвете я отдыхаю душой тут еще планка не прострочено но уже не с обработан тоже широкая подгибка вот так обработанные каких у господи разрезы это спинка чуть ниже чем полочка интересно будет сорочка воротника еще пока нет обычная делаю воротник на стадии до рукава но не знаю почему это у меня так получилось что здесь у меня воротник обрабатывается последнюю очередь так ну и тут сборка не складки а сборки мне кажется будет очень интересная сорочка сразу скажу мкапа нет и я это по нашей основе 1019 моделировала расширила ее в стороны скажем так обязательно прибавку на сутулость добавила но в случае она это не сутулость а просто разница между длиной до талии дтп и дтс такой все уже голос садится силы иссякают девочки но вот все что я могла от себя добавить его влог вот я добавила надеюсь вы не слишком как вам сказать расстроились от того что я рассказала про хейтеров ну что это понимаете это жизнь блогера увы приходится иногда и такие вот речи толкать потому что ну хочется чтобы донести донести чтобы да кому предотвратить дальнейшее скажем так и только я сказала в чате что хейтеров давно не видать и тут же получила ответку честно сказать вот так вот если честно то у нас хейтеров практически да у нас не хейтеров конечно не знаем нет я знаю что в телеграме есть там нас хают вдоль и поперек да да плевать а на ютюбе у нас очень ну тем не менее заш метка но редко понимает редко но и редко но метко да а когда я читаю там у некоторых так я вообще ужасе а если бы я прочитала про себя такой в комментариях как некоторым пишут я бы прекратила да если мой муж узнал что там нам такое пишут он бы эту лавочку прикрыл только в секунду ты знаешь сейчас специально будут писать чтобы ты прикрыла эту лавочку но нет не прикроем а еще я хотела поблагодарить наших девочек которые каждый раз под нашими видео нам комментируют не ленятся да не ленятся не ленятся ну простите нас не русских опять же я не знаю может быть короче они не лентяи мы выкрутились они не не будучи лентяями вы не поверите мы каждую помним мы знаем конечно девочки которые под каждым нашим видео комментируют спасибо вам огромное вот я честно скажу я всегда любимому блогеру ставлю лайк но я крайне редко а практически никогда не комментирую вот ну не знаю почему но лайки всегда надо порушу как же хотя бы спасибо за ваш труд надо писать нет я у меня то что-то отвлечет но это отговорки конечно я буду исправляться и хочу вам сказать огромное вам спасибо то есть вот честно ваши комментарии нас держат и вдохновляют на плаву и мы стараемся потому что все взаимно вы для нас стараетесь а мы для вас как вы думаете почему вот это вот стопочка лежит а все потому что я хочу это все продать не потому что мне не нравится потому что ну понимаю что руки у нас до этого не дойдут вот и плюс надо освободить место потому что реально уже некуда все это засовывать тут очень классные ткани значит так и естественно символическая цена будет поэтому вот шитье да очень классная очень классная но это помогут к не премьера но почему от ну никак у нас мы не видим на себе шитье почему-то не мама не я не знаю вот но ткань классная красивый голубой цвет ну девочки кому надо пишите мне в личку я вам скажу правил там про цену покажу более если хотите более подробно ну я естественно не за метр все это мы будем брать а в общем за за отрез тут по моему два метра а также вот такой твит есть тоже классный но тоже минут мне кажется что руки у нас до этого не дойдут хотя конечно очень интересная тканюшечка сейчас начинаю вам обзор делать и думаю вот бы классный костюмчик получился но есть и другие у нас ткани поэтому хочется просто так скажем расхламить свой шкафчик так что еще тоже все за отрез никаких метров за метр все в общем девочки цены пишите в личку очень-очень-очень приемлемо я так думаю джерси классные джерси это по моему maritex мы заказывали а вы знаете что ткани maritex это качество первую очередь хорошая очень очень красивый такой розовый цвет он конечно не передает он более яркий уйну совсем цвет не передает сейчас я такой красивый яркий не совсем яркий но все же ну вот вот что-то подобное тоже что-то много также смотрите какой твит есть красивого голубого цвета далее вот такой какой-то двойной трикотаж по моему это он какой-то интересный не знаю может быть знаете можно какие-то детские вещички классно будет посмотрите такими ромбиками все конечно приятная ткань она такого молочного цвета красивого так дальше что вот такой картон есть тоже можно что-то интересненько бомбер какой-нибудь сшить вот еще есть смотрите какая прелесть так вот эти ткани очень не нравятся но но опять же уже в который год он они у нас лежат руки не доходят полоска и это как компаньон вообще-то может быть это это хлопок или ну в общем нет это не хлопок это да нет хлопок вот так смотрите это как два мы вообще брали как компаньоны можно можно по отдельности а можно вместе смотрите тоже классно будет так вот такая тканюшечка кто любит такие ткани я допустим на себе совсем не вижу кому-то понравится тоже хлопок значит вот вот такие есть две одинаковые ткани но разного цвета смотрите такой сиреневый красивый и вот такой вот тоже красивый цвет тут такие цветочки видите выделяются также есть вот такого цвета шитье она сиреневая сиреневый цвет очень мне нравится этот цвет и вообще когда я себе к себе прикладываю то очень здорово смотрится хочу вам рисунок показать видно будет тут есть рисуночек такой так что тоже имейте ввиду вот такой твит есть так потом что еще есть вот такой трикотаж кто помнит у мамы есть такая такой не кардиган а кофта которую мы шили в завязку с завязочками которые мы шили в изюме в каком-то месяце я не помню вот такой трикотаж тоже молочного цвета есть еще вот такая ткань и тоже очень жаль но тоже опять же руки не дойдут можно на плащ под рептилию это это кожа сейчас кстати лаковая кожа очень очень популярна она и в прошлом году была популярна и в этом так что девочки имейте ввиду меня плащ просто уже есть мой любимый с люверсами кто помнит у нас даже есть курс поэтому плащу классный очень так что вот пожалуйста не знаю как на плащ хватит то два метра ну может быть на коротенький какой-нибудь ну коротенький ну в общем вы сами там уже если захотите вот имейте ввиду все мне надо просто разгрузиться еще я кстати хотела посмотреть и здесь какие ткани можно посмотреть опять мне тут порядочек надо навести к сожалению пока не дошли руки вот мне очень нравится эта сетка исти сути club потом вот эта ткань мне нравится ну это все на следующий год потому как лето заканчивается у нас то что мы планировали очень много пока не получается также герстен с вот этот леон видите у меня такого цвета очень много поэтому в общем в общем много красивых тканюшечек так надо еще здесь может быть посмотреть чтобы еще можно было бы чисто символически за чисто символическую цену продать вот красивая ткань ну тоже черная у нас еще была мама по-моему что-то из нее сшила вот это тоже красивая кстати и тоже бы можно было смотрите как это выглядит кстати новый год впереди может кто-то захочет такое платье футляр на подкладке шить очень интересно так что еще можно мало места у нас техника мешает так так такой какой красивый хлопок есть так так органза она нужно всегда ее у нас не так много вообще мама придет надо еще поспрашивать и может что-то еще сколько кружева ой вот это тоже вот который год она лежит эта ткань у нас руки не доходят да и вот именно вот из такой ткани я не вижу себе ничего может кому-то пригодится конечно я как подумаю все это отправлять но что делать зато потом эти места много будет для других тканюшек красивых так это я не знаю это может быть даже заказ не помню вот такая классная ткань есть ой 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 смотрите это по моему не не знаю по моему это лавка ткани мы еще прошлом году заказали что-то планировали из нее сшить так как видите не сшили так вот какая органза есть красивая но у мамы на нее планы какие-то девочки мы с мамой решили отдохнуть пришли в пить кофе наш любимый один из любимых ресторан это кафе это кафе мамочка вот такая вот красивая я хотела быть тематическое поэтому такое одно это платье в общем мы приступим к трапезе как как очень голодные мы сегодня весь день работали и наверно среди ли по есть никогда да и скорее всего завтра мы с вами увидимся во влоге девочки но у нас появилась такая система видите такая флэшечка вот и теперь у нас тут очень много на телевизоре в этом каналов разных-разных есть такая подборка мода в кино да мода в кино там есть очень разная подборка и вот мы сейчас смотрим про дизайнера дрис ван нотан очень интересно это как документальный фильм вот так что интересненько очень много фильмов разных и вот мы с мамой не нарадуемся что теперь нам есть что смотреть и кстати кстати что самое важное тут есть фэшн тиви разные их там разные фэшн тиви какое-то там еще какое-то то есть вдохновляемся показы смотрим и вот этот фильм тоже сейчас смотрим классно до реклама есть но ничего страшного вот видите она сама исчезает так что классный фильм посмотрите мама так классно комментирует когда он там примерки делает когда что-то интересное рассказывает девочки хотела напомнить вам что мы такой платьице шили по изюме по моему мае 23 до вот такое но в принципе как пуха стиля мне нравится я люблю такие платья к сожалению не видно насколько красивая ткань тут есть пайетки они так деликатно переливаются смотрите мне нравится именно вариант вот такой вот вот пояс вот так же у меня вот такие вот казаки джилисовые светлые сейчас они концу лета решила приобрести образ образ такой знаете кокетливый не знаю я конечно немного смущаюсь потому что не знаю возраст позволяет мне такое носить короткое не знаю что красиво очень красиво очень жаль что плохо видно ткань вот эти какие пайетки какая вышивка красивая у нас во всю идет работа в группе изюм мы шьем фуфайку очень интересную так что присоединяйтесь к нам девочки хочу обратить ваше внимание что ну я в общем-то говорил об этом что август у нас тоже получается как и все предыдущие месяцы получается очень насыщенный у нас мы показали крой юбки 3 клинки потом мой костюм и задрасса брюки и жакет и вот сейчас фуфайку интересную шьем так что присоединяйтесь в описании вы можете перейти в описании под видео есть бот через который вы можете приобрести любой наш месяц ну вот в общем то мы счастливы у нас fashion тиви тут они все все разные и франция и болгария и нон-стоп коллекции интересные да сейчас покажу вам как это выглядит это значит смотрите сейчас видите вот fashion африка даже мам есть тут не хочешь фэшн тиви что-то еще кстати давай вот это посмотрим что здесь тоже что-то интересненько правда много рекламного ничего так что еще у нас тут так мода какой-то канал ой что-то наверно ой 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 что-то нам это нам не надо еще заблокирует фэшн бокс тоже что-то интересненько да мама здесь коллекции классные наверное и вообще это насмотренность девочки поэтому я тоже люблю смотреть журналы вот такие передачи и еще он там ляпал себе кстати вот она я привет там а мусечка отражается так девчата моя сокровищница которая опять ну мы когда собираемся с мамой то вот обычно после этого всегда вот все вот так вот здесь кстати еще более мнение что из последненького я вам хотела показать кстати может вам показано нет я очень люблю вот эти педы до их называют для лица шик я перед тем как наносить макияж я это как ватные ватные называют ну в общем такие штучки педы они как кислотные немножечко меня же вторая упаковка такая кстати в своем инстаграме девочка вам по моему о них говорила так просто они здесь стоят я решила вам заодно и рассказать о них из последнего вот такое колье у меня под золото я очень хочу на осень ну у нас ткани есть мы заказывали в керстенстве очень красивые такие цвета и таракота и бургундия и мне кажется будет красивое сочетание золото и этих цветов так что еще мешочки я не выбрасываю потому что я положу сюда украшение их вообще надо хоронить в отдельных вот смотрите алкозер какие нам выдает чехольчики для украшений вот кстати здесь должно быть мамино кольцо с размера крыла самолета смотрите мама очень любит все большое все крупное и вот смотрите тут такая стрекоза в общем по конечно это произведение искусства когда туда заходим теряемся как же мне теперь это снять так вот так вот кладем аккуратненько все так что из последненького кстати девочки так я люблю вот этот свой набор просто он во-первых сильный и они разных цветов бывает и под серебро и под золото и пантера белая и фиолетовая и еще там какая-то обожаю это бренд ювелина это по-моему даже российский бренд обожаю смотрите такие классные до массивно так доброт и вот такое кольцо мне я уже не помню показывала я вам но вы меня просите украшения показывать я показываю так что еще мною любимые так и сейчас под подарочек ой порядочек на виду из последненького вот это я не знаю показывала или нет бесподобное кольцо я его когда увидела любилась красивое и вот это смотрите вот это и последнее что я приобрела так это выглядит а мама себе взяла такие сережечки такие тоже под золото и захотелось такие вот красивые кстати я тоже сейчас я их не мерила очень удивительно я сейчас что сделаю правильно померяем их ну а так девочки что еще это вот украшение так я в каждом влоге практически что-то показываю просто мне пишет она их покажите вашу коллекцию ну вот я не знаю что еще показывать подарок от моих дорогих девочек подписчиц я их не снимаю обалденные очень люблю как мне сказали в магазине что эти серьги были просто созданы именно для меня я с этим согласен смотрите у мамы колечко тоже красивая это недорогая бижутерия мы у нас в ростове зашли называется магазин телеграф там российские бренды представлены и вот купили вот это кольцо и вот это по сравнению вот допустим салкозер это не очень дорого ну все больше новенького ничего нет это кольцом очень давно я привозила себе из армении тоже очень красивая а затем когда нам вошу здесь порядок то прям не так знаете там хорошо вот смотришь и думаешь блин сколько у меня красоты главное что уже и только две штуки и пальцев всего 10 все не наденешь на себя так все все больше ничего нового остальное вам все показала а это это муранское стекло которое мы давно покупали вот такой браслет и вот это мамина и такое кольцо видите все крупное так захотелось полистать журнальчики не на вы бы встретились эти журналы не понравились обложки посмотрите какой жакет какой топ ну что хочу сказать полистала картинок свадебных платьев к сожалению да ну так сказать я думала тут будут прям такие свадебные платья свадебные платья все же украшения видите какие шикарные кстати не очень такое люблю можно кое-что подчеркнуть так если бы вы были платье 23 платьюшка и все откуда у то это на свадьбу своих смотрите очень экстравагантно я бы сказала очень так вы не подумайте и замуж не собралась да нет нет я не собираюсь замуж просто просто мне захотелось посмотреть свадебную моду вот это красивое платье если бы я вдруг выходила замуж а не до 40 много лет вот так девочки бывает понятно так что лучше вдруг но если бы я выходила замуж но если маму то тут нет в этом журнале платье но правда я его пока не встретила вот смотрите тут свадебный макияж может быть будет кому-то полезно да что в тренде так скажем где девочки где платье где они ну понятно да мальдивы после видимо после ну да потом куда путешествуем после свадьбы где отмечаем ну в общем не буду больше заказывать так как вот эти вот вот все конец журнала где платье свадебные где гости в свадебной на свадьбе но только купила благодаря вот этим обложкам что значит маркетинговый ход 300 рублей да даже больше ну пелье да красиво 1 2 изюма у нас очень есть я вам показывала как-то во влоге у классный журнал свадебный свадебных платьев как способ споза споза вот там вот там вдохновение даже сейчас полистать и уже вдохновишься красивые украшения да кстати только ради платье красивые украшения все как я люблю интересные так что а ее что-то тут у нас есть не вдохновляет ну кстати такой вариант мне еще более-менее нравится изыскать правда подчеркнуто вот это все не мой вариант кто-то по силуэту красивое платье спинка красивая что тут можно понять вот ну вот красивые картинки высая невеста не это мне лысо мне просто затянуть так ну почему на силе из не лежит что я могу тут сказать аккуратная обработка конечно же это что вам да причем сделали так разворот чтобы все это понять надо ну тут лишь и тут рука по которым я тебе кстати говорила ты как-то не не вдохновилась вот такие рукава шила моя мама полгорода ходили тогда даже мода такая была если один кто-то надел все должны точно такого такие рукава виницы тут видишь тут непонятно либо круглый тут ну в общем вот такой фасон девочки он очень торжественный очень праздничной и очень свежо сейчас он будет выглядеть потому что еще пока не все себе такое шеи возьмите на заметку фонарик переходящий в узкий рукав тут здесь я уже все пролистала так это понятно почему-то все сидят да вообще нравится вот этот вот вырез видишь он ровный такой высокий достаточно так ну что тоже красиво либо сидят либо стоят спиной задом нет спиной спиной повернулась красивые картинки почему бы не полистать день свадьбы вот день свадьбы например вот интерьеры да это реклама то есть всему что связано со свадьбой кроме платьев получилось видишь торты всякие разуме боже мой это тоже торт у нас не к атмосфера любви все в таких тонах кремовых оксана хавертонова это смежно съемки дальше какая-то светская хроника да а вот эти картинки я люблю смотреть в чем ходят ваши так сказать селебрити вообще такие известные личности в чем они ходят на такие мероприятия вот белый костюм и черный еще вот этот вырез мне очень нравится кто это полика я не знаю туда смотри вот этот вырез именно вот так чтобы бритерии вот так вот горе и именно вот так мы очень нравится как раз таки сегодня думала на наши наташа печенина шила платье там я рекомендовала в каком-то из журналов очень красивый вырез джинсовой платье дальше что у нас тут все красиво как сделано кружево где она расположена и видишь виде банта так это мужчина с кружевными джек джеки ничего такого чтобы ты сказала волна на есть у культуин что тут все красиво потому что на торжество на лето как он работает не поминайте джеки мы тоже тоже не идея фонарик переходящие в русский рукав это вообще что-то какие-то иллюминатор это тоже поехали не в свадебное путешествие на плане ты по круизам у нас ты главное так что я не следующее в этом вопросе у меня один круиз девочки из студии домой из дома я люблю наш райончик никаких круизов не надо тут такие персонажи выплывают девочки каждый раз что море ты такого не видеть сценки разыгрываются все это видишь какая-то тематическое в галстуке ух ты красные красные идут да понятно красном как только рассказал что тебя ничего красного не так тебе вот примеры показать так красивый красный все-таки человек за камерой тебе платья свадебный что платье такой как освечивает уже настолько и много этого видела в инстаграме что мне уже ничего и как бы не трогает короче нет смысла покупать в инстаграм все есть да и там намного больше я раньше читала это все таки все статьи читал не было интересно сейчас уже как-то и не очень а вот смотри какой же ну так он у меня и привлек на обложке ну а на обложке вот этот жакет по типу того что мы обговаривали из лады на ездили мы шили из лады на то он был бы вот такого силуэтом опять таки смотри какой рукав похож на вариацию того что мы шили тоже приспущены плечо тоже такое круглое плечо дальше идет вот 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 этот силуэт там здесь мы я бы например его приталивала за счет защипов тут рельеф и наверняка есть а я бы сделала защипы вот жакет этот мне очень нравится мысленно сходили на свадьбу вышли замуж съездили на мальдивы круиз нет в конце вам нет так ну все девочки и журнальчики с вами полистали пора уже переодевать девочек наверно уже в какие-то осенние наряды посмотрим но здесь у меня мало осеннего опять буду привозить из таганрога и переодену уже в следующий раз девочек наших девочки и мальчики на этом влог закончим обзоры изделий наших последних мы обязательно сделаем отдельным видео всем хорошего настроения хорошей погоды чтобы у всех все было хорошо пожалуйста поставьте нам лайк прокомментируйте и до встречи в следующем видео